Аварии с участием электросамокатов Самокат, как отдельный вид транспорта, должен был быть регулирован. Это связано и с мощностью, и со скоростью. Это должно быть определено. Но суть, она, в общем-то, проста. Если ты несешь опасность, или даже просто можешь напугать, значит ты должен действовать в рамках тех норм, которые это регулируют. В законодательстве Российской Федерации новомодное средство передвижения пока ничем не ограничено. Любишь кататься – люби и катайся. Отсутствуют как нормы, регулирующие вождение электросамоката, так и правила его эксплуатации. Вместе с тем и ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью окружающих. В том числе и самих водителей экотранспорта. Исследования показывают, что травмы очень тяжелые. Если с велосипеда это сломанная рука, не дай бог, то падение самоката может привести к травмам головы и костей лица. Безнаказанность тех, кто практикует агрессивное вождение по тротуарам – не редкость. Первые жалобы на таких лихачей появились пять лет назад. С тех пор случаи типичных наездов на городских улицах происходят в России каждое лето. Женщина на улице Перерова вышла из универсама, переходил по пешеходному переходу, на нее наехал водитель электросамоката, остановился, подергал живо и уехал. У нее перелом позвоночника, через 6 месяцев, когда она вышла из больницы, обратилась в ГИБДД и сказала, дело закрыто, пешеход наехал на пешеход. На самом деле ситуация сложилась такова, какая она сейчас есть. В 331 наезд в прошлом году, 6 погибших, но это только водители электросамокатов, которые попали под автомобили. А что касается пешеходов, которые ходят под тротуаром, на которых наезжают во дворах домов, на пешеходных тропинках, дорожках, они в статистику не попадают. Пробелы в законодательстве устранить можно и нужно. Об этом говорят и добросовестные владельцы электросамокатов. И пешеходы, и автомобилисты. Конкретные предложения уже есть. Безопасность пешеходов, электросамокатчиков обеспечить можно ограничением принудительным максимальной скорости самокатов хотя бы кикшеринговых компаний. Это их подавляющее большинство. А для остальных это уже предусмотрено законом и так. Обычная ответственность за нанесение увечья другому человеку. Ну и я бы еще ввел городской штраф, если это возможно, в размере 15-20 тысяч рублей. Еще одна проблема – это отсутствие единых правил у компаний, предоставляющих услуги аренды такого транспорта. В частности, есть предложение, чтобы переместить прокатные пункты с городских улиц на более подходящие территории. В парке у отдыха, например. Вопреки распространенному мнению о том, что электросамокаты заменили горожанам общественный транспорт, исследования отнюдь показали обратный результат. Исследования, которые в Москве провели, 80% ездят на электросамокатах для того, чтобы что-то посмотреть, развлечься и себя показать. Но что касается работы, это не может быть заменой общественного транспорта по той простой причине, что это транспорт сезонный. Инициативы представителей общественных объединений поддерживают и правоохранители, которые занимаются проверками фактов правонарушений, связанных с ездой на электросамокаты. Так, для рассмотрения вопроса об устранении имеющихся пробелов в законодательстве, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил подчиненным направить в правительство Российской Федерации соответствующие предложения. Если общее мнение будет услышано и все необходимые меры приняты, то в скором времени случаи травмирования людей на улицах российских городов должны уменьшиться, даже в пору жарких и бесснежных месяцев. Следственный комитет России напоминает гражданам об ответственности и взаимоуважении. С наступлением теплой погоды в крупных городах и областных центрах страны участились случаи агрессивного вождения электросамокатов, в результате которых пострадали люди. Любимые увлечения не должны вредить окружающим. Управляя электросамокатом будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте скоростной режим, чтобы не подвергать опасности пешеходов и не навредить своему здоровью.